Методика пробуждения зерна духа, божественной матрицы здоровья, практика создана на основании статик района. В каждой клеточке находится в спящем состоянии зерно уха с добавлением собственного каждодневного многолетнего практического опыта. Необходимым условием для пробуждения оздоровления ваших клеток является постоянное включение в действие божественного эталона на физическом уровне. Как это делать? Для начала примите осознанное намерение наделить свои клеточки, я бы даже сказала проявить в своих клеточках сознание и наделить их осознанием, помогая таким образом началу активирования заложенных в молекулах ДНК зерна духа. Второй шаг – это необходимость вашему интеллекту признать о существовании клеток, которых присутствует дух жизни. Да, дух жизни со скрытой внутри энергией любви, непроявленного начала. Так как интеллект коллективного мышления, он имеет в себе убеждение, этого не может быть, потому что быть не может. И вот для того, чтобы понять, как ваш интеллект относится к тому, что ваши клеточки, ваша форма, материя, из которой создана форма, является светоносной, Задайте вопрос, дорогой интеллект, как ты думаешь, да у жизни в клеточках моего тела присутствует или нет? И вы внутри чётко почувствуете резонанс какой-то, да или нет? Стоит честно признать, что хоть вы и знаете о существовании ваших клеток, присутствии в них программы божественной матрицы, но тем не менее на физике, в общем-то, мы все часто ведём себя так, как будто их и нет. Итак, чтобы ещё яснее прочувствовать отношение вашего интеллекта к своей светоносной материи, то есть к форме, несущей в себе светорожденный дух, просто задайте вопросы, даже не ища ответы. Задаете вопросы и обращаете внимание на то, как у вас резонирует всё это. Итак, вопрос. И честно сами себе признайтесь, веду ли я разговор со своими клеточками? Я человек, я интеллект. Я признаю присутствие света сознания в моих клеточках? Признаю ли я светоносность моего тела, моей формы? Как вообще я воспринимаю своё тело? Как живой организм, имеющий свои желания, свои потребности, свои нужды? Или я отношусь к нему, как к роботу, как к машине, привыкнув к тому, что тело существует и действует автоматически? Сделайте паузу, глубоко вдохните, выдохните. И посмотрите, что происходит внутри вашего тела. И, быть может, есть и такие люди. Я, например, тоже очень долго-долго не общалась со своими клеточками, так и здесь. И в своё время я признала, да, мой интеллект. Вот как и вам некоторым стоит признать, что да, мой интеллект, он даже никогда и не знал, что с телом можно общаться, что с ним можно разговаривать, что тело живое существо, что он имеет свой разум, своё сознание. А может быть, даже если и знал интеллект, то есть такие аспекты, которые внутри нас всерьёз это не принимали. И чаще всего на основе каких-то убеждений, которые мы из поколения поколения в себе имеем в наших ДНК, под воздействием этих убеждений мы, наше внимание человека, уводилось в сторону от своего тела. И, в общем-то, в голове, на бессознательном уровне, в подсознании, было такое убеждение, которое, в общем-то, и господствовало на физике в человеке, что тело – это просто машина, мешок с костями, сердце – это просто насос, гоняющий кровь. Ну, вы помните, да, атеизм. И у многих в коллективном подсознании эта программа есть, и у многих она бессознательно каким-то образом проявлялась до сих пор. Ну, вот теперь пришло время изменить свое отношение к телу и осознать, что тело равнозначно душе. Да-да. Душа несет в себе светорожденный дух любви и жизни, а материя, тело, каждая клеточка, несет в себе светоносную энергию, жизнь, скрывающую в себе любовь. Итак, сейчас мы с вами проведем практику осознанного дыхания и потом другие там пошаговые. Итак, устройтесь поудобнее, прислушайтесь к себе, почувствуйте себя, свое тело. Дышим легко и свободно, так же, как дышали до этого. Единственное, что все свое внимание сосредотачиваем на воздухе, который мы вдыхаем. Чувствуйте, как он проходит через нос, через нос, рей погружается в волну перед вас. Чувствуйте, как он протекает всему телу, идет в каждой клеточке. Спросите себя, есть ли изменения внутри меня с того момента, как я осознанно направила свое внимание на дыхание. Возможно, легкое щекотание под кожей, возможно, какое-то такое ощущение, а возможно, ничего не почувствуете. Это нормально. Здесь суть всего в том, что вы направляете свое внимание. Сам процесс наблюдаете. Итак, второй шок. Теперь делаем глубокий вдох и задерживаем дыхание. Внутренний взгляд направляя на точку между бровей. Задержали дыхание, пока комфортно. Затем выдох и снова вдох. И вновь задержали свое дыхание, направив внимание на точку между бровями. Повторяем эту практику три раза. Затем дышите ровно, спокойно, как дышали перед этим, наблюдая при этом состояние своего тела. Итак, глубокий вдох. Выдох через рот. Чувствуете? Обратите внимание на те изменения, что произошли в вашем теле. Сделайте пару свободных вдохов-выдохов. Третий шаг. Теперь делаем глубокий медленный вдох и медленный выдох. Через нос. Задерживаем дыхание, пока комфортно подчеркиваю. И все внимание свое в этот момент концентрируем на сердечной чакре, просто прислушиваясь к своему телу. Итак, вдох. Продолжение следует... Продолжение следует... Прислушайтесь, что происходит внутри тела. Возможно, такое ощущение, как будто вы покрылись мокрым потом. Возможно, жар, возможно, холодок. Все это нормально. Идет пробуждение энергии жизни и любви в ваших клеточках. И клеточки таким образом реагируют на эту энергию. И идет высвобождение, трансформация. И сердце, возможно, ощутите такое состояние умиротворения. Может пойти зевание. Все это говорит о процессе трансформации искаженных энергий. Все происходит одновременно. И сейчас вы можете медленно вслух произнести. И просто спокойно подышите, прислушиваясь к самому себе. И теперь мы вновь поведем разговор с самим собою, со своим интеллектом. Я человек в свете своего истинного я истинный. Обращаюсь к тебе, интеллект, во мне. Скажи, пожалуйста, мой интеллект. Присутствует ли дух жизни в клетках моего тела? И вы чувствуете, как теперь внутри однозначно звучит, резонирует такое. Иначе бы меня, человека, не было в живых. Факт, то, что я дышу, факт, то, что я есть, и подтверждает само наличие, присутствие духа жизни, любви в клеточках моего тела. Вот так, интеллект. Ты можешь кричать, сколько угодно этого не может быть, потому что быть не может, но сам факт. Я человек, я душу. Мои клеточки функционируют. Что-то их объединяет, проявляет, поддерживает. И теперь ты, интеллект, знаешь истину. Во мне, человеке, присутствует божественное начало, дух жизни, любви. И он реально виден, ибо я живу. Другая же часть этого духа скрыта в сердце моем, как искра духа любви, безусловно. И все вместе это составляет дыхание единого того, кто есть на самом деле. Искру света, сознание абсолютно непроявленного начала, начало. Делайте глубокий вдох-выдох и дальше продолжайте. И теперь я, человек, вместе со своим интеллектом, осознанно обращаюсь к духу своей истинной сути, искре света, жизни, любви и сознанию абсолюта. Что называем я есть. И прошу осуществлять все перемены в моих клетках и в моей жизни в щадящем режиме и в том темпе, который наиболее уместен для меня. Я так же прошу, чтобы перемены происходили постоянно, ежедневно, в моих клетках, в моем сознании, в моем подсознании, но как можно мягче. Чтобы в моей жизни происходили самые щадящие варианты, наилучшие из наихудших и наилучшие из лучших. И теперь в свете моего божественного Я-Есмь, я, человек, прошу помочь мне, интеллекту, непроявленное начало-начал, я прошу тебя помочь мне, интеллекту, мне, человеку, следовать принципу любви, терпения, милосердия, терпимости, мягкости, заботы. Научи меня относиться к себе, человеку, к своему телу, клеточкам бережно. В свете моего божественного Я-Есмь, я, человек, вместе со своим интеллектом, осознанно принимаю намерение пробудить, оживить, наделить свои клеточки осознанием и помочь им активировать заложенное в молекулах ДНК зерно духа жизни-любви. И теперь я, человек-душа, вместе со своим интеллектом, осознанно обращаюсь к своим клеточкам. Спящие, неживые клеточки, живые клеточки, мы единый организм, моя духовная сущность едина с каждой клеточкой. Это значит, мои клеточки, мои милые, любимые клеточки, что вы часть этой духовной сущности. Вы есть светоносная материя, энергия безусловной любви, проявляющейся жизнью. Милые клеточки, дух жизни, любви, свет внутри вас и дух, безусловно, любви в моем сердце, все это общая природа. Природа света и любви. Я, человек, и интеллект осознают, что до сих пор в моем теле присутствовали клетки, пребывающие во тьме невежествий, ибо в них не было знания, что они едины с духом света, жизни, любви, и поэтому они пребывали в состоянии страха, чувствовали себя ничтожными, никчемными, ненужными, ни на что негодными. А это значит, что в момент их проявления я, человек, чувствовал себя идентично и был подвержен всем мыслям, болезням, опасностям и всевозможным травмом. Оттого в моей жизни были этапы периода, когда я, человек, впадал в апатию, ныне и жил как автомат неосознанной бессознательной жизни, наполненной осуждением, суждением, злостью, агрессией, страхом, существуя будто во сне. Теперь я, человек, я, интеллект, осознаю, что клеточки моего организма, вся материя является светоносной. И я, интеллект, осознаю, что клеточки моего организма, не зная своей божественной природы, были наполнены страхом смерти, боли, страдания, и от этого они словно впадали в спячку или даже мертвели. Так было, пока эти аспекты клеточка во мне пребывали в невежестве. Сейчас, в данный момент, я человек, в свете своего божественного я есть. Вновь обращаюсь к клеточкам с напоминанием о том, что в них есть божественная природа, что все они находятся в светоносной материи и несут в себе искорки, света. Они имеют возможность вспомнить свою божественную суть и вернуться к жизни, в любви. Мои дорогие клеточки, я человек осознанно выбираю истинное здоровье. Поэтому вам, клеточки, имеющим знания своей божественной природы, просто необходимо освободиться от навязанных вам программ страха, болезни, смерти, агрессии и ненависти. просто направив свое сознание на душу из нелюбви. В свете моего божественного я есть. Я человек, я интеллект. Осознанно обращаюсь к вам к клеточке моего тела с намерением показать вам вашу истинную божественную суть. Материя тела моего светоносна. А это значит, клеточки, вы сами несете зерно света. И сейчас лучиком своего света безусловной любви я прикасаюсь к вам. Я человек вижу, как в каждой из вас клеточке вспыхивает, как маленький бриллиант, как красинка в лучах солнца вспыхивает ярчайшее зерно света. Чувствуете, вам пробуждается до жизни и любви внутри вас зерно света раскрывается. Прислушайтесь. Слушайтесь в трепет своих клеточек. Такая волна по всему телу. Мои дорогие клеточки, а в этом зерне духа заложена божественная матрица идеального здоровья, молодости, красоты. Я верю клеточке, что вы обладаете сознанием, разумом. И поэтому я прошу вас начать свою перестройку согласно божественной матрице, в которой находится программа исцеления, омоложения и здоровья. Я прошу вас, клеточки, прямо сейчас регенерировать, функционировать в режиме божественной матрицы совершенного здоровья. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Клеточки, вас идет пробуждение памяти и осознание того, что вы несете внутри себя. Зерно света, зерно духа, в котором есть программа божественная матрица совершенного здоровья, молодости, красоты, долгопилития, бессмертия. Клеточки моего организма мне важно, мне необходимо, что вы функционируете, регенерируете в режиме божественной матрицы совершенного здоровья, молодости, красоты. С этого момента не всегда, пока я дышу, пока я живу. вы самостоятельно вы самостоятельно регенерируете, функционируете мои клеточки, всего моего организма, клеточки моего тела, моей светоносной материи. И сами, без моего напоминания, функционируете, регенерируете в режиме совершенного здоровья, молодости, красоты, красоты, долголетия и бессмертия. я люблю вас, мои клеточки, моя светоносная материя, люблю, люблю, люблю. Благодарю тебя, мое тело, благодарю тебя организм мой, благодарю, благодарю, благодарю. с этого момента я интеллект отношусь к своему организму осознанно к живому существу и обязуюсь разговаривать с моими клеточками, чтобы увеличить в них осознанность, повысить вибрации, чтобы мы все вместе могли еще больше принять в себя энергии чистого духа, безусловной любви. Божественная семья заботится о нас, и у нас нет повода для страха, ибо мы любимы, Богом единым, непроявленным началом. начало. Благодарю, благодарю, благодарю. Делаем глубокий вдох, выдох, потянулись. Вот так вот и идем в жизнь.